Глава пятьдесят первая По дороге в Ригу граф Леопольд улучает минуту и шепчет барону Вернеру Давай потихоньку избавимся от боярина Гаврилы Этот русский нам с тобою только мешает Лишний соперник нам ни к чему А для добрых католиков прикончить нехристе Грех простительный, а может и вовсе не грех Один удар кинжалом и готово Да как ты можешь мне это предлагать? Во-первых, боярин Гаврила не нехрист Он принадлежит к византийской вере Которая, как и наша, обладает апостольской преемственностью Во-вторых, он же спас тебя в Новгороде от мучительной смерти В-третьих, неужели для тебя ничего не значит данное всеми нами слово? Так отвечает ему Вернер Да я же просто пошутил, бормочет граф Делает вид, что ничего не произошло И они едут дальше А наша песнь о прекрасной псковитянке И о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не о дороге из Изборска в Ригу Тем более, что по пути больше не было ничего достойного нашего внимания Глава 52 По приезде в Ригу граф Леопольд сразу отправляется в епископский замок И благодаря своему высокому положению члена императорского посольства Устраивается в одной из комнат для почетных гостей Вернер и Гаврила селятся на постоялом дворе рядом с замком Справедливости ради скажем, что граф был готов похлопотать Чтобы Вернер и Гаврила тоже разместились в замке Но спутники Леопольда гордо отказались Дабы не чувствовать себя обязанными ненавистному сопернику Вскоре барон фон Эндорф встречается со своими братьями по ордену И получает весть в каком-то смысле горестную, в каком-то нет В Баварии отдал богу душу дядя Вернера Престарелый барон Генрих фон Фюссинг И оставил нашему герою в наследство все свое огромное состояние И большой замок Фюссинг близ Пассау Своих детей у благородного старца не было А из всех сыновей своей сестры, баронессы Ильзы фон Эндорф Он больше всех любил младшего, Вернера И тот всегда платил ему взаимностью Вот так в одночасье барон Вернер из бедного рыцаря стал богатым И получил право именоваться, кроме фон Эндорфа, фон Фюссингом Вернер фон Эндорф фон Фюссинг, которого мы для краткости все же будем называть по-старому фон Эндорфом Заказывает в Домском соборе за упокойную молитву по дяде Но что греха таить, мысли барона заняты другим Немедленно по приезде в Ригу Три благородных и отважных рыцаря Начинают поиски прекрасной псковитянки В поисках принимают участие и их слуги И многие рижские знакомые Вернера и Леопольда Уже не раз наши герои мчались на тот или иной постоялый двор Где кто-то видел либо женщин по имени Ольга Либо женщин похожей внешности Хотя, конечно, не такой изумительной красоты И каждый раз оказывалось, что это не та Но наша песнь о прекрасной псковитянке И о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не о подробностях поисков Ольги в Риге Глава 53 Через пару недель нашим героям, наконец, улыбается удача Ильмар, слуга графа Леопольда Заговаривает со старой вдовой купчихой Агафьей Ранее жившей во Пскове Но сразу после взятия города нашими доблестными рыцарями Принявшей истинную католическую веру И переехавшей в Ригу Агафья рассказывает Ильмару Что прекрасно знала покойного воеводу Глеба Знает и его дочь И не так давно, с месяц назад Встретила ее на Рижском торгу Ольга Глебовна покупала простой дешевый хлеб Была одета очень бедно И вообще выглядела так себе Она поведала Агафье Что недавно пришла в Ригу Вслед за отступающим орденским войском И живет на постоялом дворе у Петера Денег у нее почти нет Ибо по пути ее то ли ограбили, то ли обворовали Старая купчиха даже предположила Что Ольга сама потеряла деньги И стесняется признаться в этом По словам вдовы, она хотела принять участие в судьбе Ольги И даже пригласила ее как-нибудь зайти Дабы вместе подумать, что делать дальше Но Ольга так и не пришла Умному и наблюдательному Эльмару показалось Что Агафья на самом деле Ольгу не приглашала Вдове и так нелегко жилось в Риге И, как говорится, вешать себе на шею Дочь покойного воеводы Ей было ни к чему Но главное, вдова точно запомнила Что Ольга жила на постоялом дворе у Петера Туда и спешат наши герои Выслушав рассказ Эльмара О нашей песне О прекрасной псковитянке И о любви к ней трех благородных И отважных рыцарей А не о том, была ли на самом деле готова Старая псковская купчиха Помочь своей землячке Глава пятьдесят четвертая На постоялом дворе у Петера Расположенном у Рижской гавани И настолько бедном, что его скорее можно назвать ночлежкою Пахом, слуга Гаврилы Недели раньше уже спрашивал О прекрасной псковитянке Ольге И хозяин, Петер из Бибурга Сказал, что такой не знает Наверное, сие расхождение В словах хозяина и купчихи Агафьи Могло бы насторожить наших героев Но они не придают этому значения Может быть, Пахом что-то не так объяснил Петеру Или неправильно понял ответ Ибо сей слуга очень плохо говорит на латыни А немецким и вовсе не владеет И вот три благородных и отважных рыцаря Приходят на постоялый двор у гавани Говорят, что здесь должна жить Ольга Женщина чудесной красоты из Пскова И описывают ее внешность Не знаю такой, говорит хозяин Ну как же не знаешь Она сама рассказывала одной купчихе Что живет здесь, настаивают благородные рыцари Да-да, вспоминает наконец Петер Жила здесь такая Но недавно, примерно неделю назад Уехала Куда? Петер долго раздумывает Потом говорит В Палестину У нее же не было денег Как она могла уехать? Она нанялась в орден госпитальеров Ухаживать за больными А сей орден как раз отправлял корабль В Святую Землю С богоугодной миссией Поддержки тамошних госпиталей И она уплыла на нем Неужели не нашла госпиталя поближе? Удивленно говорит барон Вернер Видимо, не нашла Она все ждала каких-то рыцарей Да, похоже, не дождалась Уж не вас ли? Какое твое дело, простолюдин? Злится граф Леопольд Ты ничего не путаешь, Петер? Спрашивает Гаврила Но хозяин твердо стоит на своем Если сомневаетесь, то спросите в ордене госпитальеров Там скажут вам, когда именно уплыл корабль Наши герои цедят сквозь зубы слова благодарности И отправляются в большой дом, занимаемый рижским братством госпитальеров Мы могли бы многое рассказать о славной деятельности военного странноприимного ордена святого Иоанна Более известного как орден госпитальеров или иоаннитов Но наша песнь о прекрасной псковитянке и о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не об угодном Господу и святой Деве Марии ордене госпитальеров Глава 55 В рижском братстве ордена святого Иоанна Благородные рыцари сразу же выясняют Что неделю назад в Палестину отплыл корабль Под начальством барона Иахима фон Ферзена С теми, кто пожелал совершить паломничество в Иерусалим И ухаживать за больными, сиротами, бездомными, престарелыми и ранеными В тамошних богоугодных учреждениях ордена Была ли среди отправившихся псковитянка Ольга, узнать не удалось Многие паломники садились на корабль в последний день Даже не заходя в резиденцию братства госпитальеров А договорившись непосредственно с бароном фон Ферзеном Достойно сожаления, что в наше время Многие могут удивиться, что в 1242 году От Рождества Христова Госпитальеры отбывали в Иерусалим Дескать, разве святой город не был потерян Еще за полстолетия до описываемых нами событий Разве он не был захвачен неверным султаном Саладином Еще в 1187 году? Такая забывчивость достойна сожаления Напомним, что усилиями достопамятного Фридриха фон Гогенштауфена Императора Священной Римской империи и короля Германии и Сицилии В 1229 году Иерусалим был возвращен Святому крестоносному воинству Причем почти бескровно Благодаря использованию противоречий Между неверными магометанскими правителями У императора Фридриха по прибытии в Палестину Было всего тысячи три воинов Но он, счастливо избегнув больших сражений Был коронован королем Иерусалимским в храме Святого Гроба Господня Почти все магометане добровольно покинули город И Иерусалим вновь стал христианским За исключением нескольких мест Которые последователи богопротивного магомета Самонадеянно и несправедливо почитают своими святынями Однако в далеких от Палестины католических странах Тогда, похоже, даже не вполне поверили В возврат святого города И почти не поддержали титанические усилия Фридриха Да и сам император, что греха таить Вскоре направил все силы На бесплодную и богопротивную борьбу Со святейшим Папою и Ломбардской лигою Виталии Борьба была столь острой Что предстоятель святого престола В 1939 году отлучил его величество от церкви А семь лет спустя Вселенский собор Объявил императора Фридриха незложенным Нельзя забывать и о том Что тогда же, в начале сороковых Границам Священной Римской империи Стали угрожать безбожные татары Те самые, которые покорили Русь Словом, его величеству стало не до Иерусалима Но как вскоре был потерян католиками Святой город, мы расскажем в свое время Ведь наша песнь о прекрасной Псковитянке И о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не о тернистой истории Иерусалимского королевства Глава пятьдесят шестая Узнав о том, что корабль госпитальеров На котором должна находиться прекрасная Псковитянка Неделю назад отбыл в святую землю Три благородных и отважных рыцаря Глядят друг на друга и кивают Отправляемся в Иерусалим? Да, в Иерусалим Может, удастся нагнать этого Яхима фон Ферзена Еще в пути, говорит Гаврила Алексич Да, но надо спешить и отплывать уже завтра Добавляет Вернер фон Эндорф Согласен Давайте сегодня завершим все наши дела в Риге А тем временем пусть слуги наймут нам судно Заключает граф Леопольд фон Ринак Может быть, такое решение наших героев Было слишком поспешным Может быть, им стоило бы внимательно проверить Слова хозяина постоялого двора Попробовать найти кого-нибудь Кто мог бы точно знать Кто именно отправился в Палестину с рыцарем Яхимом А не мчаться, сломя голову в дальние края Но наша песнь о прекрасной псковитянке И о любви к ней трех благородных, отважных И, главное, молодых рыцарей А не трех умудренных годами старцев И не трех мастеров сыскных дел Итак, на следующий день назначено отплытие Вечером боярин Гаврила пишет И отправляет с проезжими русскими купцами Письмо своему князю Александру Невскому В всем письме он объявляет Что считает своим долгом Совершить паломничество в Палестину Дабы отблагодарить Господа за выздоровление От тяжкой раны, полученной под Копорьем И потому слагает с себя обязанности Тысяцкого Тем же вечером граф Леопольд Отправляется к своему начальнику Императорскому послу Герцогу Генриху фон Бамбергу И объявляет, что собирается в Палестину Дабы поклониться святому гробу Господню И возблагодарить Господа за спасение От мучительной казни в Новгороде Герцог поощряет сие желание Но просит графа по пути заехать в Шпайр Где в это время находится император Фридрих Дабы передать его величеству послание И доложить о работе посольства Граф обещает это сделать И прощается с герцогом Тем же вечером барон Вернер Отправляется к магистру Ливонского ордена Дитриху фон Грюнингену Магистр вообще-то не должен сразу принимать барона Так как тот, согласно орденской дисциплине Обязан прежде обратиться к непосредственному начальнику Зигевольдскому комтуру Иоганну фон Меренгену Но тут случай особый Магистр был бы не против получить в распоряжении своего ордена Такое огромное состояние Какое оставил Вернеру его покойный дядя Поэтому Дитрих радушно принимает рыцаря фон Эндорфа Предлагает ему забыть прежние обиды И стать комтором одного из новых замков на земле эстов Но Вернер тверд в своем решении Магистр, ты обещал, что разрешишь мне покинуть орден по окончании войны И вот теперь, когда война окончена Я хочу вернуться к мирской жизни А для того, чтобы замолить грех сложения с себя монашеских обетов Я обязан отправиться в святую землю На это фон Грюнингену возразить нечего И он отпускает фон Эндорфа с миром И вот три благородных и отважных рыцаря свободны Как и положено заботливым сыновьям Они пишут письма родителям О том, что им предстоит богоугодное паломничество в святую землю На следующий день наши герои отплывают из Риги в Любик Путь посуху из Ливонии в священную Римскую империю К сожалению, невозможен Так как перекрыт враждебной языческой Литвой И католической, но не вполне дружественной Польшей Но наша песнь о прекрасной Псковитянке И о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не о том, сколь непросто складывают соотношения Ливонского ордена с соседними странами Глава пятьдесят восьмая На корабле Гаврила вновь напевает свою любимую песнь Про светлую и прекрасно украшенную землю русскую Прославленную многими красотами На сей раз Вернер и Леопольд слушают более внимательно Барон, немного освоивший русский язык во время плена Обращает внимание на слова в конце песни А в те годы беда христианам И спрашивает, о чем это? О татарском завоевании, отвечает Гаврила Вы, русские, сами виноваты в том, что вас завоевали татары Вступает в разговор граф Давно бы приняли истинную веру И выступили против поганых Заодно с нами, добрыми католиками Наши силы были бы неисчислимы И вместе мы были бы непобедимы А теперь терпите, русские, татарское иго Ползайте перед гнусными язычниками на коленях Неизвестно, что лучше Ползать на коленях перед ханом Или перед римским папою Возражает боярин Как вы, латиняне, вели себя сорок лет назад При взятии царьграда, то есть Константинополя Как вели себя в завоеванных русских городах В том же Пскове Татары хотя бы православную веру не трогают А вы сразу все наши храмы в латинские превращаете И народ насильно обращаете в латинство Вот и мою невесту Ольгу обратили Теперь ее искать приходится И все по вашей вине Вот погодите, завоюют и вас татары Так и вы печальные песни запоете Не завоюют, гордо говорит граф Леопольд Который уже узнал от герцога Генриха фон Бамберга Все последние новости Захватив Русь, хан пошел и дальше Разорил многие города Польши, Моравии, Венгрии и Хорватии Дошел до границ Священной Римской империи Но затем силы поганых Милостью Божьей иссякли Исчадия ада повернули назад И вынуждены были удовольствоваться Полным подчинением Руси Вернер, несмотря на ненависть к графу Леопольду Соглашается с ним, как католик с католиком Да, воистину Господь рассудил справедливо Ни одна страна, исповедующая истинную веру Не захвачена и не стала вассалом безбожного Батыя И я думаю, что такое Божье наказание Было послано именно русским За искажение христианской веры Так же, как некогда было послано наказание византийцам В виде доблестного крестоносного воинства Взявшего Константинополь Гаврила цедит сквозь зубы Что не монаху растриги Судить о неисповедимых путях Господних И уходят в свою каюту Но наша песнь о прекрасной псковитянке И о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не о рассуждениях сих рыцарей О заслуженном Божьем наказании Для отступников от истинной христианской веры Пути Господни, конечно же, неисповедимы Но тут сама собою напрашивается мысль Что сам Господь противится тому Чтобы наши герои нагнали паломников-госпитальеров Во главе с рыцарем Яхимом фон Ферзеном В августе на Балтийском море погода уже неустойчива И внезапно резко холодает Поднимается сильный северный ветер Наученный горьким опытом барон фон Вернер И сам не возражает против предложения капитана корабля Укрыться в ближайшей гавани В польском городе Гданьске И убеждает в такой необходимости Гаврилу и Леопольда Граф сначала называет барона трусом В ответ Вернер говорит Что на поединке им в любом случае предстоит биться И к главной причине будущего поединка Прекрасной псковитянке Прибавляется еще одно оскорбление Гаврила встает на сторону Вернера Говорит, что у барона большой опыт в морских плаваниях Что сам спасал его в устье реки Норовы после бури И готов поверить предчувствию и капитана, и Вернера Глупо будет потонуть всем разом, не найдя Ольги Граф нехотя уступает В Гданьске путешественникам приходится провести несколько дней Пока погода не улучшается Но наша песнь о прекрасной псковитянке И о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не о том, должны ли мы считать Такую задержку в пути божьим промыслом Или лишь разумной осторожностью Со стороны сих рыцарей Глава шестидесятая Впрочем, задержка в Гданьске оказывается далеко не последней Прибыв в Любек, наши герои садятся на коней И по великолепным имперским дорогам отправляются в Шпайр Это немного в стороне от прямого пути в Италию Откуда им предстоит отплыть в Палестину Но граф Леопольд говорит своим спутникам Что вначале он должен выполнить задание Ерцога Генриха фон Бамберга И получить в Шпайре аудиенцию У его императорского величества И это может занять несколько дней А то и неделю Как это неделю? Мы тогда точно не догоним госпитальеров Возмущаются Гаврила и Вернер Мы и так вряд ли догоним их после того Как потеряли столько времени в Гданьске Из-за трусости барона фон Эндорфа Еще одна задержка уже не имеет значения А я не хочу губить свою карьеру при дворе его величества Такая прекрасная дама, как Ольга Должна быть женой видного императорского сановника А не впавшего в немилость И никому не нужного неудачника Вроде бывшего Тысяцкого или бывшего Комтура Гаврила и Вернер скрижещут зубами от негодования Особенно Гаврила Некогда спасший неблагодарного графа От мучительной казни Ценою своего положения при княжеском дворе Но поделать они ничего не могут Ибо связаны рыцарским словом А наша песнь О прекрасной псковитянке И о любви к ней трех благородных и отважных рыцарей А не о том, как далеко не в первый раз Слова графа Леопольда жестоко ранят души Барона Вернера и боярина Гаврилы Барона Вернера и Барона Вернера Барона Вернера и Барона Вернера Барона Вернера и Барона Вернера Барона Вернера и Барона Вернера